Доброе утро! И старший инструктор-спасатель пожарной и аварийно-спасательной части номер один города Гродно, человек года Гроднищина Александр Рудько. Всем доброе утро! Доброе утро! Осенью прошлого года вы принимали участие в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Самарканде. Расскажите, как проходила подготовка? У нас подготовка идет круглый год, проводятся учебно-тренировочные сборы. Начиная с зимы, то есть даже соревнования проводятся, это тоже как идет этап подготовки. Далее, уже летом ближе к самому старту, наша команда мужская улетела в город Ташкент, мы приходили там подготовку. А потом уже переехали в город Самарканд и выступали на самих соревнованиях. А женская сборная в этот момент, когда мы были в Ташкенте, находилась в Минске, потому что так вот получилось, что только мужскую сборную получилось вывести на сбор. В чемпионате принимали участие 11 мужских команд и 5 женских. Это очень большая конкуренция. Как вы себя настраивали перед соревнованиями? Прямо такого настраивания какого-то не было. Просто приходим, разминаемся, становимся в колодке и делаем на то, что натренировались. Ну, а как-то зарядить себя эмоционально? Ну, можно музыку послушать перед тем, как бежать, такую бодрящую какую-нибудь. Ну, а вы, Наталья, как себя мотивируете? У меня музыка. Музыка? Да. А как вы, Евгений, себя мотивируете? Заряжаете на победы? Я тоже, бывает, слушаю музыку, но перед этим я люблю посмотреть фотографии семьи, вспомнить вот об этом. Меня это так мотивирует. Вот. Так, музыка. Мы не готовимся. Я вам сразу скажу, что к определенному как-то выезду, заступая на смену, мы, ну, спокойны, как обычный день. А то, что нам принесут сутки грядущие, ну, об этом только знает Бог. А с холодной головой, я вам скажу честно, что на любой выезд, спасение, оказание помощи, либо тушение пожаров, выезжаем с холодной головой. Потому что надо здраво осмыслить в окружающем мире, видеть все ситуации и плюс здраво оценивать обстановку. А вы как-то готовите себя? Ну, я хочу вам сказать, первая, самая главная подготовка для диспетчера – это психологическая. Потому что мы находимся на передовой, я бы так сказала, потому что первый человек, который слышит мольбы о помощи – это диспетчер линии 101. Поэтому надо, в первую очередь, быть спокойным самому, для того, чтобы помочь человеку и четко понимать, какая ему нужна помощь. Для этого приходится беседовать с человеком, который нам звонит. Поэтому для того, чтобы ему оказать какую-то помощь, он должен вместе с нами, вместе со мной содействовать в этом, помогать мне. Ни в коем случае не паниковать, хотя это очень сложно. И после разговора с человеком нам нужно, в первую очередь, диспетчер принять правильное, единственное решение, какую технику и какая помощь ему нужна. Поэтому психологическое спокойствие для диспетчера – это очень важно. Поэтому как-то так. Настраиваем себя на спокойные дежурные сутки. Но как получится, уже никто этого не знает. А вы давно работаете в МЧС? Я с 2009 года. Я с 2011, 12 лет уже. А первый рабочий день свой помните? Да. Расскажите. Это был… Без суровых подробностей давайте только. Без суровых, хорошо. Это была, получается, зима, февраль месяц. Меня официально уже отдали приказом. Я заступил на первые рабочие сутки. Пришел по утру, а пожарная часть, получается, пустая. Машин нет. Я пришел, только диспетчер у нас был. Я посмотрел. Мне сказали, что диспетчер уехал… Ой, диспетчер. Что уехали все машины на выезд. Я… Ну, ясно. Пришел наш начальник, говорит, о, а вы кто? Я представился, сказал, что вот свежеприбывшие, будущие пожарные. Мне сказали, так у нас ребята работают на пожаре, не хотите присоединиться. Мы вас сейчас подвезем, заодно и опробуйте, как это так, что это за служба и вообще подходите нам или нет. То есть сразу в бой. Да, сразу, чтобы посмотреть. Ну, это как бы была шутка больше, чтобы посмотреть, как я отреагирую на данную ситуацию. Ну, довольно спокойно. А в дальнейшем у нас еще был выезд на оказание помощи и был пожар подвала. Ну, так, в целом, сутки прошли более-менее тихо, спокойно. Понял. А у вас? У меня первые дежурные сутки были радиотелефонистом пожарного иринно-спасательной части города Гродно, четвертой, возле филармонии, которая находится. И вот это был первый пожар. Вот в первый раз, наверное, я взяла радиостанцию в руки, попыталась там что-то сказать, хотя это очень волнительно. И, ну, бойцы наши справились с пожаром очень быстро, за считанные минуты. Но для меня это было очень волнительно. И эмоции, которые вот, они возвращаются оттуда, ты слышишь, что они там делали. И в первую очередь понимаешь, что и ты им там чем-то помогал. То есть ты им говорил, где находится точно, что там может быть. Поэтому такие волнительные, ну, не сказать, что такие уже суровые совсем сутки, но и волнительные. Ну, как первый раз. Ну, как-то так. Давайте вернемся к нашим чемпионам. Какие спортивные состязания были включены в двоеборье? В двоеборье входило подъем по штурмовой лестнице и 100-метровая полоса с препятствиями. Какой из этих этапов для вас был более сложный? Или вам все давалось так легко? Для меня сложен подъем по штурмовой лестнице. Потому что он как-то, ну, морально такой мне потяжелее. 100-метровую полосу с препятствиями я больше люблю. А что представляет собой соревнование, в принципе, по подъему штурмовой лестницы и в чем его сложность как раз-таки? Ну, у девушек прям такой сложности нет. Мы выбегаем с колодок, добегаем до башни и поднимаемся по лестнице. А вот уже у парней немного посложнее, там, ну, Евгений расскажет, наверное. Да, у нас это все намного сложнее. Вот у них пожарная лестница-штурмовка. Она у нас такая спортивная, скажем, не такая, которая на машинах боевых. Она видоименена немножко, легче. Мы уже выбегаем именно с колодок самой лестницы. Мы бежим, подвешиваем ее, и это все происходит очень быстро. Выбегаем, там у нас очень много элементов. Ты должен выбросить ее, выбежать, сделать финиш. Это очень сложно, и ты можешь сорваться на любой ступенек. То есть у девушек они пробегают, там, пару ступенек и финиш. А у нас это продлевается еще в два раза больше. А вы высоко куда-то забираетесь, правильно? У нас подъем штурмового лестницы в четвертый этаж, в учебную башню. Это высоко, слушайте. Когда ты привыкаешь к этой высоте уже не воспринимаешься. Для вас это уже вообще, то есть как на меня, там, я не знаю, вот сейчас со стола смотреть здесь. Были случаи, я и падал оттуда, там у нас... С четвертого этажа? Да, срывался, и вот у нас, благо, есть страховочная сетка, и вот она спасала. От каких-то таких больших травм. А насколько важна спортивная подготовка для диспетчера? Насколько важна для спасателя? Что можете сказать по этому поводу? Ну, я думаю, тут и диспетчер, и спасатель, она обоюдная. То есть мы все сдаем нормативы, у нас есть квартальные зачеты, плюс в расписании, по которому мы живем, заступаем на рабочие дежурные сутки, у нас есть спортивный час. Когда мы идем в тренажерный зал, у нас есть определенные, получается, виды, то есть штанга, присед, гири, как у спасателя, у девушек беговая дорожка есть, то есть занимаемся, подготавливаемся, совершенствуемся себя, физическую подготовку, потому что, как бы, сама работа обязует, чтобы были постоянно спортивные. Диспетчер выезжает вместе со спасателями на задание? Нет. Диспетчер – это человек, который находится в подразделении либо в центре оперативного управления и работает с линией 101, то есть находится всегда на своем рабочем месте, где там компьютер, телефоны, поднимает трубку и общается с людьми, которые просят о помощи, а затем передает всю информацию подразделениям, которые выезжают. Вот, Александр, мы с ним уже порядок времени вместе работаем. То есть прием сообщений, отправка подразделений, и очень большую часть времени мы работаем вместе с ним в радиоэфире. Поэтому иногда даже, вот мы сегодня ехали с ним и вспоминали, что можно по голосу понять, что происходит. Если голос, ну, то есть есть определенный тон голоса, да, то есть более волнительный, более громкий, более еще какой-то, поэтому мы друг друга понимаем действительно. Какую роль играет сплоченность для спортсмена? В команде. Что для вас это значит? Ну, у нас командный вид спорта. То есть у нас самая главная медаль – это командный зачет. То есть это не игровой вид спорта, но вот у нас каждый вид, например, штурмовая лестница, подъем, стометровая полоса с препятствиями. Еще есть вид пожарной эстафеты – 4 по 100 метров и боевое развертывание. И вот какое место команда занимает, потом суммируются очки и вводится победитель. Вот, и, то есть вот если мы не будем командой, общие результата не получатся. А сейчас мы ненадолго прервемся и совсем скоро вернемся в нашу уютную студию. Еще раз доброе утро, друзья! Приветствуем вас снова! Напоминаем, что сегодня мы общаемся с чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту Евгением Рабцевичем и Натальей Пашей. И с теми, кто непосредственно участвует в спасении нашей жизни, диспетчер Татьяны Кончик и инструктором-спасателем Александром Рудько. Мы спрашивали у вас про первый рабочий день. Это запоминающийся. А что еще запомнилось вот вам в работе пожарного? Из личного опыта. Из личного опыта, да. Ну, мне больше всего, конечно, запоминается и откладывается. Это какие-то масштабные пожары, либо оказание помощи, то есть спасение людей в основном. То есть тот именно момент, когда ты уже оказал работу, сделал свою работу, оказал какую-то помощь, сделал ее достойно, быстро, качественно. И когда тебе люди благодарны, ну, вполне хватает элементарного спасибо. Ты видишь, что человек доволен, он жив, и ты просто от этого получаешь моральное удовлетворение. Когда диспетчер получает звонок, как правильно реагировать на вызов? Не поддаваться панике, что касается людей, которые тебе звонят. Должно быть все четко, разметно, ну, то есть четко, правильно. И в первую очередь должен быть диалог с человеком, который звонит. Это очень важно. Порой приходится даже где-то и прикрикнуть, чтобы человек тебя услышал, чтобы он понял, что на мои вопросы важно отвечать. То есть когда человек звонит, и вот он кричит, там, помогите, там. То есть важно, куда ехать, кому помогать, что случилось у вас. Просто помогите, ну, то есть мы даже не знаем, куда мы поедем, в какую сторону, какое подразделение туда надо, какая техника туда должна ехать. То есть в этом плане четкость, спокойствие. Но диспетчер не выезжает со спасателями? Нет, он не выезжает. Никогда. Он находится в центре оперативного управления, как бы, как говорится у нас, в сердце, в сердце нашего управления, то есть куда стекается вся информация. Мы находимся там, и, ну, нас не видят, нас слышат. Спасатели видят хотя бы иногда, а нас больше слышат. То есть по голосу можно понять, кто там. Внешности можешь не знать диспетчера, но по голосу ты его очень хорошо знаешь. Также и о пожарных мы хотя бы иногда видим. Вопрос для всех. Мечтали ли вы стать спасателями в детстве? В особенностях чемпионы. У вас спорт с этим непосредственно связан? И мечтали ли вы действительно стать спасателями и как-то связать с этим свою жизнь? Нет. Никогда такого не было? Нет, в детстве я не хотела. Я вообще не думала, что я когда-то окажусь в этом спорте, и как-то что-то будет связано с МЧС у меня. А у вас? Я с детства был вообще в спорте всегда. То есть для меня было учеба и спорт – это первые цели, которые у меня в жизни были. Я достиг каких-то там немалых успехов в спорте. Потом пришло время поступать, и стал выбор, куда идти, где поддерживается спорт. И мне очень понравилось. Тогда назывался командный инженерный институт МЧС. И меня привлекло это, и я поступил туда. Пришел туда, я не знал, куда податься, что. Потом говорит, не хочешь попробовать пожарный спорт? Я пришел, мне с первой тренировки понравилось. Я стал заниматься. Через два года где-то я уже был в сборной. Мечтали ли вы стать спасателями в детстве? Ну, честно, у меня было в детстве, я был маленький, ну, лет пять, наверное, шесть где-то, вот с друзьями гуляли по улице. И так случилось, что было загорание дома, получается, не жилого, но дома бросового загорания. И мы, ну, мальчишки, как все, летом на велосипедах, а тут куча машин с маяками, сиренами. Это же завораживает, это интересно. Все бежали, все смотрели. И мы вот наблюдали, как происходило тушение вот этого дома бросового, как они именно вот тянули, прикладывали магистральную линию, работали сами. Это было завораживающе, как для парня, это, ну, для ребенка это было интересно. Ну, я никогда не мог сопоставить, что когда-то со временем я все-таки окажусь в этой службе, я буду сам производить тушение, руководить этими пожарами. Для меня это было что-то с чем-то, то есть. Но было интересно, когда оказалось вот так вот, что после армии есть возможность попробовать себя в этой профессии. И я сделал этот шаг, и сейчас ни капли не жалею. Я только доволен, что именно в правильном направлении выбрал свой курс. То есть меня все устраивает. Я очень доволен этой работой. Наверное, та ситуация в детстве, она заложила зерно на этот поступок. Ну, я бы сказал бы, что да. Это было зернышко, которое со временем проросло. И на данный момент у меня дочка, которая довольна, и она с любопытством приходит ко мне на работу и радуется. Какие машины большие, посидеть, посмотреть, как этакие. И в саду где-то хвастается, что вот у меня папа спасать. И она довольная очень. То есть я со своей стороны понимаю, что ребенок уже в дальнейшем, может, она еще не выбрала, как говорится, но она горда за то, что папа образно делает хорошую работу, кому-то оказывает помощь. И я думаю, что я правильно выбрал свою специфику и работу. Татьяна, какая у вас была история? Ну, я со школы такой активный, эмоциональный человек. Мне нужны эмоции. То есть для меня это было всегда важно. Но привлекали всегда те же мужчины в форме, девушки. Это всегда было, не знаю, мне всегда нравилось. Для меня это какая-то статность. Ну, то есть для меня, ну, мне очень нравилось. Человек в форме, неважно, женщина, мужчина, это какой-то, не знаю, патриотизм, может, в какой-то степени тут играл роль, не знаю. У меня отец работал когда-то в погранвойсках. То есть, может, поэтому я видела его погоны на плечах, поэтому мне это очень нравилось. А в нашей службе эмоции, я имею в виду про мою должность, то есть ты всегда получаешь какие-то эмоции. Может, иногда положительные, ну, иногда и не положительные, но зачастую положительные, когда хороший результат мы добиваемся, то есть спасаем людей. Поэтому эмоции для меня очень важны были, а здесь я их получаю достаточно. Поэтому, наверное, поэтому я выбрала эту должность и эту работу. Если подводить итоги, какими качествами должен обладать спасатель? Давайте по порядку начнем, каждый скажет пару слов. Ну, я думаю, никогда не падать духом, всегда быть. Мы на передовой, как спортсмены, как мы, мы всегда на передовой в определенной ситуации, в определенном каком-то специфике работ, сильный морально, физически и духовно. Татьяна? А для меня спасатель – это мужественный. Это очень важно. То есть это человек, который понимает, что сегодня он идет, спасает, рискует своей жизнью в первую очередь. Это мужественный очень. Если люди, если действительно подумать о том, что может случиться с ними, то есть ты начинаешь об этом думать, в первую очередь это мужественность, что они туда заходят, в этот огонь, выносят людей, спасают. Это дорогого стоит. И вот мужественность – это самое важное для меня, вот качество пожарного и спасателя. Наталья? Ну, я считаю, что спасатель должен быть хорошо развит физически, потому что ему же нужно спасать человека, выносить. Евгений, а что вы думаете? Я думаю, что, наверное, он должен, у него, должна быть холодная голова, но горячее сердце, а все остальное должно прийти с опытом, с годами и желанием. Тогда завершающий вопрос. Сегодня 19 января, День спасателя, с чем мы вас поздравляем. Скажите, будете ли вы его отмечать? И если будете, то как? И с кем? Татьяна? Конечно, будем. Со своим коллективом. В Центре оперативного управления я работаю в третьей смене, и мы своим коллективом собираемся и будем отвечать. Это праздник, День пожарной службы, День спасателя мы всегда отмечаем, поэтому сегодня, да, мы собираемся со своим коллективом. Александр, как будете отмечать вы? Ну, мы больше, как у меня в планах на сегодняшний день, это больше, у нас же крещение 19, обязательно побывать в проруби, то есть окунуться, а в дальнейшем провести день с ребенком. Мы со сменой как бы запланировали чуть другой день на выходные также, тоже с коллективом в дальнейшем, со сменой, потому что больше промежуток времени мы проводим жизнь, вот именно мы проводим именно на семье. Так получается, что именно на работе, да, это наша вторая семья, в которой мы живем и работаем, поэтому без внимания нельзя их оставлять, то есть мы постоянно поддерживаем связь, общаемся, встречаемся, то есть и данный день тоже мы будем вместе встречаться, отмечать. У спортсменов есть традиция отмечать этот праздник? Традиции нет, но я лично проведу, наверное, будучи на соревнованиях, придется выступать, вот, в своей привычной сфере, в поте лица, вот, будем стараться хорошо выступить и защищать вот статус нашего Гродинского управления МЧС. Но мы напоминаем, что сегодня у нас в студии были чемпионы мира пожарно-спасательному спорту Наталья Пашей и Евгений Равцевич, и те, кто непосредственно участвует в спасении нашей жизни, диспетчер Татьяна Кончик и инструктор-спасатель Александр Рудько. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова